Структурная формула воды. Справедливости разные. Надо сказать, что вот этот угол не 90 градусов. В чем дело? Не, 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 не 40. Он порядка 104. То есть реально вот эти водороды чуть больше отклонятся. В чем дело? Дело в том, что вот здесь электронного блока есть, хотя и слабенько есть. Здесь есть? Есть. Какой заряд будет в электронных блока? Отказательно, не вот это так. Ага, а что делают заряды одноименные? Вот так, например. А, так вот. Понятно? На самом деле, это тоже не 90, а немножко больше. А не могут ее толкнуться на 180 градусов? Не, не могут. Не выталкивать. Дело в том, что у кислорода другие диаблака есть. Ага. Они вот так ведь торчат. И у них тоже отречетные заряды. Значит, поэтому, конечно, не пустится тут куда-то. Хорошо. Этой небольшой разницей будем пренебрегать. Глобу будем пока вот так рисовать. Так, и теперь разбираемся. Вот эта связь полярная или не полярная? Полярная. Сильно полярная. Вот эта связь. Сильно полярная. Такие частицы, имеющие два полюса, называются диполи. Итак, молекулы воды представляют из себя диполи. Со стороны кислорода отрицательные, полюс со стороны водорода положительные. Диполи физики обозначается очень просто. Ну, чтобы не рисовать такого мозга. Сосиска с двумя знаками. Плюс. А теперь вспоминаю, как ведут себя разноименные заряды. Одноименные. Отлично. Теперь я взял стакан, наел некоторое количество воды. То есть, вот у меня в этой части пространства много декорий. Вопрос. Они так и будут плавать сами. Нет, они как магнитики вот такие. Ага, они будут вести себя так маленькие магнитики. Ну-ка, пожалуйста, у себя в тетради попробуйте нарисовать. Как они могут выстраиваться? Давайте, давайте. Здесь несколько разных вариантов. Как будут взаимодействовать водные диполи друг с другом? Дело в том, что отрицательные заряды, извините, одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. Вот такой коммун без диполи образоваться никогда не сможет. Если мы попробуем это просто вот так обидеть, а кирпичи в темно. Нет, скорее квадрат получится. Понятно, почему так делается? Смотрите, вы же собрали одноименные полюса и тут же откидываются. Скорее будет такой диполи квадрат. Знаю сейчас. Самая устойчивая структура. Не обязательно квадрат. Возвольник. Вот так. Смотрите. У нас притянулись друг к другу разноименные полюса. А одноименные рядом или далеко друг к другу? Далеко. Далеко. Устойчивая структура? Да. Вполне. Квадрат тоже вполне устойчивый. Пятиугольник. Вполне устойчивый. Шестиугольник. Шестиугольник. А вот более крупные хоророды встречаются очень редко. И только при выполнении одного структура. А что нам треугольники по такими цивилизмами? Да, да, да. Вот в основном вот такие структы. А больше не так? Сейчас я прям... Почему? Очень неудобно. А как с вашей структуре зрения? Малекулы веществах, с которых устроен весь наш мир. Стоят на месте или двигаются? Двигаются. А остановить их можно? Нет. Нет. Движение не остановило. Хорошо. От чего зависит скорость этого движения? От температуры. От температуры. На самом деле, если говорить всерьез, температура – это и есть скорость движения малекул. То, что вы называете температурой – это и есть скорость движения малекул. Если малекулы идут быстро, в скорости, велика, да? То значит, что это высокая температура? Да. Тело нагрелось. Если малекулы замедляются, что это температура? Температура упала. Почти самая низкая температура, когда молекулы стоят. Именно так. Есть расчетная температура. Достичь ее нельзя. Можно приближаться. Но вот в настоящее время подошли к этой температуре на несколько тысячных дали градусов. Так, при которой молекулы остановятся совсем. Впервые рассчитал эту температуру знаменитый британский ученый Лорк Кейнгер. Абсолютный ноль. Абсолютный ноль по шкале Кейнгер. Ниже температуры не бывает. Молекул встал. Все. Кто знает, чему примерно равен абсолютный ноль в пересчете на привычную нам шкалу Целься? Минус 272. Да, там из десятных, конечно, и суток. А какая температура космоса вокруг нашей планеты? Ну, наверное, в 100 км. Нет, ну, все-таки плюс 6. Только плюс 6 не по шкале Целься, а по какой шкале? По шкале Кейнгер. По шкале Кейнгер. По фаренгейту ноль температура подмышкой. Конечно, по шкале Кейнгер. С нашей точки зрения чудовищный холд. При этой температуре все газы в каком состоянии? Вяда. Сначала при понижении температуры все газы сначала переходят в жидкое состояние, а потом, ребят, ведь на самом деле же такая жидкость, твердая тела и газ. Просто агрегатное состояние. Агрегатное состояние, все зависит. Это очень простая вещь. Скорость движения выигрывает. Конечно, скорость движения вставляет частицы. У нас две частицы при низкой температуре. При низкой температуре какая у нас automotive? Маленькая. Маленькая. При низкой температуре две частицы вот так же летели-летели и встречались. У этой частицы есть полюс, а у этой частицы здесь полюс. Они удержатся? Я засил. Удержатся. Температура низкая. А если я разогрел тело, то что со скоростью движения? Они столкнутся и разлетятся. Почему? Сила связи, которая возникла между плечами, оказалась меньше, чем инерция движения учтится. Поэтому, как по-вашему, при какой температуре вода будет образовывать большое количество вот таких свародов, а при какой температуре они начнут разваливаться? Чем ниже температура, тем больше часть воды переходит вот в такое связанное состояние. А при падении температуры ниже 0 градусов по Цельсию, то основная масса воды переходит в такие вещи, которые выстраиваются упорядоченным образом. И мы говорим, что все, вода замерзла, а что превратилось, превратилось, идет отлично. А вот в квадратикам эта вода будет? Не понял? Ну, в смысле... Вот такого не было? Не, я имею в виду, вот тут самое короткое. Вот это? Да. И вот это, вот это треугольная композиция вот так, квадратная, шестиугольная. И если не так, то это как? Так. А вот теперь, а теперь представьте себе, что не все диполи перешли к хороводам. Не все, а стали бродячие. Здесь бродячий диполь имеет высокую скорость движения. А это значит, что он соответствует какой литературе? Высокой. Высокой, да. Мы нагрели, нагрели, и он летел-летел, и со всей дури врезался вот в этот хоровод. Что вот хоровод? Он распадется. Распадется. При этом он подтолкнет остальных. Да. Остальных подтолкнет. И все полетели в разные стороны. И начинает втыкаться в другие хороводы. Так? Именно так. Если мы нагреваем систему, то все меньше и меньше циклов остается в системе. Все больше бродячий диполит. Так? А когда мы отводим дипол, забираем дипол из системы. Все больше диполит в такой порядочной состоянии. Смотрите, диполика тянулась. А это что значит? А это значит, что между ними какая-то связь вот в этих точках. Они как бы привержены друг другу. Ну и как бы ее назвать? Это ковалентная связь, которая не опускает диполит друг от друга или нет? Это статическая связь. Да. Понятно, что это не ковалентная. А почему не ковалентная? Чего нет? Общая электронная пара между этими диполами. Нет общей электронной пары между этими диполами. Возникает между участками полярных ковалентных связей разных малют. А вот сейчас мы с вами разберемся с очень важной, чисто в бытовом смысле темой, какие же вещества растворятся в воде. А заодно, что такое растворение? Это сурок, который мы уже с вами представляем. А второе вещество вы отлично знаете. Это полиэтилен. Полиэтилен, с которого пакетики делают, там вообще все на свете делают. Структурная формула полиэтилена удивительно простая. Правда, полностью ее написать здесь невозможно. Если бы я, ну да, чтобы вы их оттуда видели, написал бы полностью, мне бы надо было с доски перейти на стену, потом на ту стену, на ту. Да и то я не знаю, хватило бы места. В чем дело? Полиэтилен это такая дремящая цепь. Значит, перенос как? Которая устроена прорезительно просто. 300-400 углеродов. 500 может быть углеродов. Так? И вот такая. Все углероды, как всегда, в органике, все эквалилины. Ну, остальные имеются цепи, потому что дальше ничего не меняется. Да, с самого конца все будет совершенно одинаково. Единственное отличие, единственное отличие вот здесь. Обратите внимание, в конце, в конце, конечная группировка, к этому углероду присоединено два водорода или другое количество? Три. Так? Хорошо. А весь остальной состоит из бесконечного повторения вот этой группы. CH2. CH2 сшитые друг к другу. И вот такая линия. Длиннейшая. Вот вам прилетели. Ну вот, например, глицерин. Что это? Глицерин. Глицерин. Грамотное химическое название – глицерол. У всех спиртов окончание О. Метанол, пропанол, глицерол и так далее. Если видите, нет, и новая другая. Родочная спирта, но другая. Так. Хорошо. А теперь задачка. Вот она структурная формула. Давайте-ка по структурной формуле прикиньте. Какое вещество будет растворяться в воде и почему. А какое не будет. Что такое растворение? Водная диполя притягивает молекулы вещества, отрывает его от общего скопления и утягивает с собой полет. И так? Прошу. Мне кажется, что глицерол будет, а для нового не будет. Ага. Видите, в дожке дожмите его. Покажите, в каких листах глицерол могут прикинуться водные диполицы? Вот здесь. Так. Совершенно верно. То есть, на самом деле, как только он попал в бунду, картинка будет выглядеть вот так. Это понятно? Да. Какими полюсами притягиваемся диполи к водородам? Минусами. Минусами, конечно, кислородам. Плюсами. 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 В результате эта молекула оказалась покрыта буквально с одной стороны притянувшимися молекулами воды. А вот это? Нет. Нет. Нет, у нее слабые полюса. А теперь внимание. Подумать немножко. При каком условии полиэтилен начнет растворяться в воде? Даже в высокой температуре. Конечно. Если мы воду нагрели, так, значит, на самом деле, это будет немножко другое явление. Вода не будет притягиваться. Она будет просто из-за скорости движения рвать эти светы. Разбивать. Вода с высокой температурой, обладающей высокой температурой, это не просто растворитель, это адский растворитель. Дело в том, что температура кипения воды зависит от давления. А как положено, если вы нужнули по полу, да, что будет с давлением на вашу тело? Будет возрастать. А как быстро оно будет возрастать? Конечно. Смотрите. Понимаете, что он 100 километров атмосферы. Какого же на вас она дает? Да. С какой силой? Значит. С 160 километров. На каждый квадратный сантиметр вашего тела давление равно 1 килограмм. Поскольку площадь поверхности вашего тела порядка двух квадратных метров, если не лень, можете посчитать с какой силой воздух давит на вас. Наше тело на это рассчитано, мы этого не замечаем. А вот если ныряете в воду, да, вот такое давление, которое атмосфера Земли на вас дает, так называется атмосферное давление или одна атмосфера. А вот тогда значительно более плотная среда, и если вы нырнули всего на 10 метров глубину, давление возрастет на целую дополнительную атмосферу. На ту же величину, на которую 100 километров воздух. Да? Хорошо. На глубине километра какое дополнительное давление будет? Ещё. Ещё 100 атмосфер дополнительно. 100 атмосфер дополнительно. Так вот. Ну, как по-моему. При повышении давления вода начинает кипеть при всё более высокой и высокой температуре. 100 градусов не хватает. Если воду сжимать, так, точка кипения сдвигается. И на дне океана, если вы попробовали вскипятить котелочек воды, вам надо было бы его нагреть градусов до 400. Потому что при 200-300 градусах вода останется жидкой, она кипеть не будет. Так вот. Поэтому, когда такой сверхкипяток пробивается сквозь горные породы на дне океана, он по дороге растворяет скалы. В наших условиях, поверхности земли, вода не может растворить капли. А вот этот сверхкипяток нормально растворяет горные минералы. И, вырываясь из такой геодермали, так, обогащает растворённую солялю, которые, правда, тут же, конечно, попадают в осады, окружающие океанические воды. В местах прорыва таких геодермалий возникают совершенно фантастические очаги жизни. Называют их «чёрные пырищики». В этих местах, в совершенно безлюбном океане, абсолютно безжизненная пустыня на глубине больше трёх километров, очаг такого многообразия жизни. Креветки, раки, кальмары сидят друг на друга в несколько этажей, буквально сбивают. Абсолютно. Вот это независимое сообщество, кем они все питаются? А дело в том, что в этом сверхкипятоке, как это ни странно, живут живые организмы. Есть бактерии, которые нормально живут при температуре плюс 107 градусов. Если температура падает до плюс 100 внух, они начинают дохнуть. Догадаетесь и чего? А вперёд подблизи? Конечно, они замерзают. 102 градуса, и они слишком холодные. Они просто мертвы. Так что точка кипения воды зависит от давления. Хорошо, а если снизу давление, то при какой температуре вода спитит? 366. Скажите, в горах давление такое же, как и... Ниже. Выше или ниже? Ниже. Ниже, конечно. Вы уменьшили стол, поднялись вверх, да? Как положено, можно ли сварить суп где-нибудь наиверечься? Нет. А почему? Вода очень быстро вскипит. Она не вскипит. А нет, можно там специальные приспособления такие есть? Крышка закрывает. Нет, нет, вот сладкость кажется. В архотлаве, да, можно. Вода там очень быстро вскипит просто. Нет. Что значит быстро вскипит? Она испарится. Да, ребят, дело в том, что она закипит не при 100 градусов, а при 86. А при температуре мясо сварится? Нет. Оно останется сырой. Картошка сварится? Нет. Останется сырой. То есть у вас во всю кипит кастрюля, да? Вы в нее бросили свеклу, капусту, картошку, мясо, пряности, час варите, два варите, три варите, пробуете, а все сырой. Хотя вода кипит. Почему? Низкое давление. На самом деле, если очень глубоко снижать давление, то вода может закипеть при комнатной температуре. Есть такие видео, совершенно дивные, когда проверяют костюмы скапандр для космонавтов. Проверку ведут в наземных баракайбрах. Вот такая большая металлическая коробка, куда человек в скапандр залезает, из нее откачивают воздух. Ну, потому что вы тут вовсе. Проверяют, хорошо ли скапандр держит. И есть хорошенькое видео, когда мужик проверяет скапандр, у него столик внутри баракамеры, а на столике стоит стакан с водой. И показывают шкалу манометра, какое давление камера, ну и при достижении очень низкого давления, что в этом стакане начинает вода. Вода закипела. Она просто нормально кипит. Почему? Давление стало настолько низкое, что вода закипела при 20 градусах. И вот теперь еще два важнейших слова. Теперь к тому, что написано на доске. Давайте посмотрим, какими свойствами должны обладать вещества, растворимые в воде. Вещества, имеющие сильно полярные свежи, смачиваются водой и часто, не всегда, но часто, растворимы в воде. Вещества, имеющие сильно полярные свежи, смачиваются водой. И часто растворимы в воде. Все эту компанию называют гидрофильные вещества. Гидровода силам любовь. Вещества, любящие воду. Гидрофильные. А вещества, у которых нет сильно полярных связей, будут ли они взаимодействовать с водой? Нет. Например, жир. Например, пластмасса. Такие вещества будут называться гидрофильные вещества. Стоящиеся водой? Да. Гидрофильные. Например, жир, воск. Пластмасса. Так вот, а можно ли в чем-нибудь растворить гидрофильные вещества? В кислоте. В кислоте. В кислоте не выйдет. В солях. В солях. Нет, и в солях не выйдет, конечно. В солях. Для растворения гидрофильных веществ используют органические растворители. Органические жидкости. Да многие из них вы знаете. Бензин, спирт, эфир, ацетон. Вот эти жидкости хорошо растворяют как раз гидрофильные вещества. Поэтому, если вы посадили пятно масляной краской. Краской на основе жиров. Не имеет ли смысл пытаться его обстирать в стиральной машине? Нет. Лучше спирта. Вот, лучше всего для масляной краски не спирт, а бензин. А еще лучше очищенный керосин, который продается сейчас в магазинах под названием white спирт. Белый спирт. Это никакой не спирт, это очищенный керосин. Могучий растворитель, который выведет все пятна отношенной краской. Но учтите, он попутно выведет, растворит все краски на ткань. У вас останется такое симпатичное белое пятно. Понимаете? Можно, короче, все посмотреть, чтобы вся белая страсть. Ну, но у меня был, даже не сет.